всем привет надеюсь вы рады видеть меня не в стенах больницы меня вчера выписали этот момент я не снимала так немножечко для шорт но сегодня нам снова будет нужно будет поехать в больницу поставить на капельницу и сделать укол дешевле с собой взять не можем детям в больнице нельзя до 13 лет и мы их оставим сестрой мужа старший и сами быстренько поездим сделаем все процедуры я им приготовила кучу вещей обед собой перекус игрушки ельки подгузники молоко в общем все необходимые вы не поверите за эти два дня моего отсутствия я так за ними соскучилась за моими сладкими мальчиками я только как только выписалась мы сразу поехали к ним обнимались миловались целовались проводили вместе время сын ты по маме соскучился а ха 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 и он же по маме соскучился да вчера кстати ян спросил а где же ляля он думал что и еду рожать говорит почему ляля еще животики сына а ты по маме соскучился ель мои сладкие по пусть паса а по и спать хотел а это а а а я я и по дороге когда мы приезжали а так с дорогу немножко как-то измечал спать хотел сестра мужа сказала нам не торопиться после того как мы сделаем все больничные дела можем еще где-нибудь погулять по есть что-нибудь вкусненькое в общем провести время вдвоем так что у нас сегодня намечается свидание по выходным парковка не работает в парковались рядом на третий этаж нужно подняться за этим стеклом находятся детки здесь вот комната для кормления я помню как здесь лежала ель как мы сюда к нему приходили такие воспоминания могут на этом этаже как раз таки находится разильная этого можно ждать схватки и потом уже переводит сам родзал резина палата все мы свободны мы сейчас думаем над тем чтобы поделать кто бы пойти мне особо ходить нельзя мне нужно меньше активности поэтому нужно такое место где можно просто посидеть вот как скажете вы заезжать на парковку на этой бандуре со всех сторон пищи очень узкая дорога капец еще нужно назад сдавать чтобы заехать что вот спереди нет места вот я точно бы не заехала и не выехала бы сразу бы и бампер передний бампер задней бочины все бы потерла об те стенки приехали называться смотреть фильм муж вышел из машины машине никого нет он паркует машину посидеться сеньки рада ойгу чонку мы закупили билеты муж делает заказ мы еще чего не ели поэтому мы голодный будем смотреть фильм пассаж новый мы взяли поппорн я уже немножко подъела его пока также взяли полу и ждем живых утоке до начала осталось 10 минут мы посмотрели фильм правда мы уснули сначала я уснула поспала не знаменит 15 наверно пропустила потому что уснул я его убудила вот что значит родители идут в кино и засыпают прямо на середине фильма в общем последнюю часть получается последние полчаса мы посмотрели было классно начало тоже посмотрели нам понравилось середину я минут 15 поспала муж где-то тоже 10-15 поспал только потому пересказывали друг другу что пропустили плюс того что спали вместе сначала я потом он когда мы приехали элька с тетей был на прогулке у них прямо напротив дома парк и он за это все время пока нас не было нас не было четыре часа он ни разу нас не искал за нами не плакал так что теперь можно будет его спокойно с тетей его оставлять она сказала что останется с ним с детьми в общем еще один раз перед тем как я рожу чтобы мы также смогли на выходных провести время вместе потому что у мужа обычно выходной только воскресенье старший сынок спит пока младший был на прогулке не буди брата пойдем пускай спит проснется пойдем ужинать все вместе ужинать сестра с мужем привели нас в ресторанчик неподалеку от их дома на ужин и на скальби это мясо на выпрыжках бывают из свинины или из говядины мы заказали мясо из говядины и новый блок мы снова больницы на этот раз в детской поликлинике у эля с утра поднялась температура 30 82 пришли с ним удачу его и нож появилась на табло ждать на нога нет 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 еле выписали лекарства на 3 дня сказали после того как лекарство закончится прийти снова на повторный осмотр сказали просто простудок горлышко немножко красное с носиком против все хорошо немножко сопливит идем в аптеку получать лекарства по этому рецепту идем целям домой мне кажется он заразился от меня что пока я находилась больницы и мне капель капельницу от от этой капельницы бросала в жар я включала кондиционер и была постоянно под кондиционером в итоге на второй день я поняла что меня заложили нос у меня вчера начался кашель кашляю с мокротой но больница я сама не ходила ну что мне выпишут третьем триместре скажут просто пойти больше жидкости отдыхайте таблетки никакие третьем триместре мне уж точно не назначат так что буду лечиться народными методами теплое питье у меня есть также дома настойка из лимона можно делать лимонный чай буду им лечиться елю таблетки я купила ель будет пить лекарства лекарства дают в виде сиропа так что он их пьет хорошо правда со вчерашнего дня у него аппетит пропал думаю это из-за того что горлышко болит 38,7 не боли на боли найди на боли на боли 38,7 будем сейчас пить лекарство от температурки положи в чехол как ты чехол ложишь он сладкий сбила температуру елю мы с ним поспали вместе он поспал второй раз я поспала вместе с ним я лучше бы этого не делала честное слово чувствую себя после сна намного хуже такая разбитая проснулась еще с заложенным носом заложенные пазухи такое чувство что здесь меня распирает есть что-то не гайморит потому что я знаю что это такое у меня хронический не хочется перед родами мучиться от гайморита тем более в россии мне его постоянно прокалывали в корее у меня гайморита еще ни разу не было за все это время договорились вечером после работы мужем поесть живительный супчик супчик который мама моя свекровь продает в своем кафе на доставку будем его кушать поедем еще кашку после супчика надеюсь что этот супчик поднимет меня на ноги потому что каждый раз когда я болею когда только начинаю болеть этот супчик меня спасает а после когда мы уже вернемся домой я начну собирать тревожный чемоданчик в роддом чтобы не было как прошлый раз ты взял с собой только документы зубную пасту щетку и больше ничего у меня не было с собой даже кружки пилая из таких вот маленьких одноразовых бумажных пакетиков естественно этот пакетик с собой в палату не возьмешь возле кровати не поставишь приходилось постоянно туда-сюда бегать каждый раз когда хотелось пить за капельницей еще была горечь во рту поэтому пить мне хотелось часто надеюсь этот чемоданчик мне не понадобится хотя бы до 37 38 недели просто соберу его на всякий случай чтобы потом ну как бы не бегать со схватками и не собирать его муж знаю что я одна осталась с елем освободился сегодня пораньше мы сейчас поужинаем и после ужина заберем кирилла кирилл-то поужинает в садике и потом обычно по садика он еще приходит домой кушают фрукты либо кто-нибудь закуски в общем сейчас он уж точно не голодный красот в этом садике чувствую себя не очень спасибо большое мужу что он сегодня освободился пораньше обычно заканчивает работу вести только к 11 приезжают домой ну то есть это очень поздно работают он с 8 39 утра приезжает в 11 мой любимый живительный сокчик мальчик здесь настроение мальчик здесь есть у меня есть и у меня у меня у меня и она о Соусов для шаба-шаба много разных видов, но у нас любимый это соевый соус. Мы мыкаем туда овощи, пельмешки и мясо-фельмешки. Отдобавили еще грибочки и галушки. Кто это у нас пришел из садика? Бабушка его забрала. Селька, они выходили. Селька, они сейчас на улице. Кирюшка побежал к ним. На работе живут рыбки, это гуппи. В Корее они также называются гуппи. Есть те, которые родились совсем недавно, вот эти маленькие, а все остальные уже такие большие, красивые. А еще вот это вот беременная. А вот это кажется еще, а нет, это еще не беременная. Также на работе есть детский уголок с домиком горькой. Чего тут только нет. прыгунки, ходунки, лошадь, на которой можно кататься. В общем, у них есть детская зона. Еще можно вот эти маты расстелить на полу. Дети могут лежать, спать. У них одеяло есть. Пока я лежала в больнице, они здесь днем спали. Также вот эта штучка, ее тоже можно... А это, кстати, моя резинка. Что она здесь делает? Тоже можно разложить на пол, чтобы от полу было больше места, чтобы дети могли ходить босиком. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующем видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь и следите за нашей жизнью в Южной Корее. А мы будем лечиться и, надеюсь, в следующем влоге появимся к вам уже полностью выздорове шеи.